Сенаторы, как демократы, так и республиканцы были абсолютно категоричны со своими выводами после этого брифинга от директора ЦРУ Джины Хаспел. Сам брифинг проходил за закрытыми дверями и он прошел после того, как сенаторы пожаловались на отсутствие самой Хаспел на брифинге, который недели ранее проводили для них госсекретарь Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис. Несмотря на многочисленные просьбы на брифинг, был допущен лишь узкий круг законодателей от обеих партий, но те из них, кто присутствовал, представители комитета по международным делам, а также юридического комитета Сената, говорили, что они видят очень много доказательств того, что Мохаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии, непосредственно причастен к этому убийству. Пожалуй, самым острым высказыванием, которое сегодня тиражируют все СМИ, отменился Линдси Грэм, назвавший бен Салмана опасным безумцем. Кроме того, известный термин «смоукингган» — дымящийся пистолет, который на самом деле означает наличие веских доказательств, тех или иных неопровержимых улик, Грэм переначал в дымящуюся пилу. Как доказательство, как сообщалось ранее, напомню, журналист Джамал Хашоги, судя по всему, его тело было расчленено непосредственно на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Официальный РИАД, напомню, настаивает, что наследному принципу не было известно об этом убийстве, и они называют это убийство вообще само случайным. Председатель комитета Боб Коркер сказал, что жюри присяжных, если процесс состоялся бы над бен Салманом, вынесли бы приговор всего за полчаса. А его коллега-демократ Дик Дурбин уточнил, что присяжным не потребуется даже перерыв на обед. Предлагаю послушать несколько мнений сенаторов американских. У меня нет никаких сомнений в том, что наследный принц Мухаммед бен Салман приказал убить, а затем отслеживал сам процесс и знал все то, что происходило. Это было спланировано заранее. Если бы он предстал перед жюри присяжных, ему бы вынесли приговор за 30 минут. Виновен. И вопрос заключается в том, как мы должны поступить. На данный момент, к сожалению, они считают, что это пройдет незамеченным, поскольку администрация Белого дома не выступила так, как было необходимо, предпочтя тон, который на самом деле предоставляет им иммунитет. Только слепой может не прийти к выводу о том, что это было спланировано и организовано людьми под руководством Мухаммеда бен Салмана, и что он был тесно вовлечен в события, которые привели к смерти Хашоги. В администрации Белого дома хотят управлять доступом к директору ЦРУ. И мы понимаем, что не она сама решает, с кем ей разговаривать. Условия выставляет администрация. И они нервничают из-за того, что она скажет, поскольку ЦРУ пришло к выводу о причастности Мухаммеда бен Салмана к убийству Джамаля Хашоги при поддержке государства. Именно так мы это понимаем. Но выставляя свои условия, они должны понимать, что Сенат интерпретирует это как попытку не подпустить к директору Хаспел других людей. Да, президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что он считает выводы ЦРУ преждевременными, отмечая то, что Мухаммед бен Салман категорически отрицает, всячески отрицает какую-либо причастность к этому убийству. А Саудовская Аравия является важным союзником Соединенных Штатов, Вашингтона. При этом Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 17 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в организации этого убийства. Напомню, что пятерым из них грозит смертная казнь в Саудовской Аравии. По опубликованным на днях данным Wall Street Journal распоряжений ЦРУ имеются 11 перехваченных текстовых сообщений между наследным принцем бен Салманом и его ближайшим советником, который, как сообщается, курировал команду агентов, направившуюся как раз в Турцию и организовавшую убийство. Переписка происходила незадолго до убийства и сразу после него. Возвращаясь к брифингу от директора ЦРУ, добавлю, что еще один сенатор-республиканец Джон Кеннеди и вовсе сравнил бен Салмана с мексиканским наркобароном Эль Чапо, судно которым стартовал в Нью-Йорке, отметив, каким зверским образом расправились с журналистом. При этом, по словам Кеннеди, необходимо принять жесткие меры, но так, чтобы это не способствовало некой эскалации на Ближнем Востоке, взрывоопасной обстановке. На минувшей неделе сенаторы, недовольные реакцией Белого дома на это дело, об убийстве Хашоги, проголосовали за резолюцию, которая предусматривает прекращение помощи Эр-Рияду в вооруженном конфликте в Йемене. И очевидно, что в том, что касается реакции на убийство Джамала Хашоги между Белым домом и даже республиканским крылом в Сенате, есть большие разночтения и, во всей видимости, вот эта некая внутренняя конфронтация, она может привести к каким-то действительно новым шагам, принятию, может быть, отдельных санкций и, как минимум, со стороны Палаты представителей уже после 3 января, когда начнет работу новый состав Конгресса США, так и от Сената.